очень много вопросов да там что такое менторство моё да там какая польза от этого я решил сделать серию видео где я буду просто рассказывать кейсы конкретные реальные кейс людей которые вот у меня брали консультацию либо менторство объяснять на их примере в чем была проблема как мы ее решили и какой результат может дать решение этой проблемы вот таких коротких видео чтобы у вас было больше понимания лучше понимания того там стоит идти ко мне не стоит да там и чтобы была ценность и так сегодня хочу вам рассказать два кейса начну с первого мы общались с одним маркетологом который кстати достаточно известный там часто выступает работать с многими известными личностями компаниями большими он не он поделился со мной проблемой то что у него очень мало ресурса он сказал что у него очень мало сил там что-то делать он часто устает от работы и ему мало платят да то есть как ни странно работая с крупными там компаниями там спикерами какими-то да он получает мало денег когда мы начали копать и когда нашел разбираться в чем причина причина была в следующем то что он это называл помощью да то есть когда смотрите вот идет взаимодействие двух людей да у соответственно этого человека маркетолога да и клиента клиент да вот два человека как он делал да что происходило он предлагал свою помощь человеку до какому-то там предпринимателю спикеру говорил что вот я тебе помогу там сделать рассылку настроить рекламу там еще что то с чем туда он естественно помогал клиент получал результат и при этом он сам ничего с этого не зарабатывал да то есть никакого спасибо в плане денег он не получал его это дико раздражало без силы у него была обида значит что происходит в этой ситуации да вот простая ситуация многим из вас знакома когда вы вроде с благим намерением да типа все изучали лид магни да когда нужно сначала дать что-то бесплатное либо что-то полезное потом человек тебе придет и бабки тебе принесет на самом деле она немножко не так работает объясню почему смотрите значит что происходило в данной ситуации с данным маркетологом когда он сам напрашивается к клиенту и предлагает свою помощь здесь создаются манипуляционные отношения то есть он этот клиент не просил данного маркетолога о помощи он сам к нему приходит и говорит давайте помогу но при этом эта помощь не безвозмездно с какой энергетикой с какой энергии посылом он идет к этому клиенту с тем что вот я сейчас помогу но ты мне обязан ты мне должен очень часто такие отношения не экологичные токсичные да так называемые они случаются в отношении мужчин и женщины очень объемная ситуация описана в книге хватит быть славным парнем там это называется опять же токсичные отношения когда парень ухаживает за девушкой дарит и цветы вводит на различные там ну какие-то там кино там боулинг там в общем тратит на него свой ресурс деньги внимание и девушка чувствуется плохо от этого потому что парень который не уверен в себе у которого женская энергетика которую проблемы с отцом и который проявляет себя как женщина и делает подарки для средства своей спутницы он ждет в обратку то есть для него это как торговые отношения типа вот эти подарил цветы давай мне секс да типа там вот эти внимание уделяла ты такая взяла и типа не ответил мне там сегодня либо пошла гулять с другим парнем то есть это получается манипуляционные отношения что такое помощь помощь это безвозмездное какое-то действие по отношению другому человеку при этом вы не требуйте и не ждете от него взамен ничего то есть вы просто помогли пошли дальше при этом помощь должна исходить с позиции благосостояния не только денежного но и ресурсного то что вы отдаете если у меня завод по изготовлению фломастеров мне не впадал дать один фломастер кому-то нуждающемуся это будет помощь абсолютно безвозмездное но если меня только один фломастер есть человек ему нужен фломастер я даю ему свой последний фломастер между нами происходит дисбаланс потому что я отдал свой последний фломастер для меня он пиздец как важен человеку вроде нужную не особо и я когда даю ему фломастер я начинаю с ним создавать манипуляционные отношения качать из него энергию энергия ожидания энергия обиды вины понимаете да то есть происходит дисбаланс и из-за из-за этого на тонком плане если говорить про эзотерику нам прилетает тем людям которые любят помогать помогать нужно из благосостояния из позиции когда у вас много чего то то есть если у вас много денег 10 процентов да пожалуйста отдавай на благотворительность там на нужды нуждающимся да но когда у тебя самого мало сначала помоги себе как правило люди маскируют помощь чтобы закрывать свои комплексы свои какие-то непроработанные проблемы об этом чуть позже то есть когда люди помогают они чувствуют себя нужным и важным то есть тут ключевой вопрос который я вам советую зафиксировать когда вы что-то делаете как-то проявляете себя во внешний мир спросить а за что мне это дает зачем мне это нужно когда вы помогаете другим людям спросите меня что что мне это дает какую эмоцию мне это закрывает да и как правило если вы глубоко покопаете поработать это скажем сами либо с психологом окажется что вы когда помогаете вы таким образом получаете суррогат внимание суррогат тепла суррогат ощущения нужности и важности да то есть вы не можете получить в нормальной жизни нормальным действием да вы средства идете в манипуляцию таким образом из чувства помощи до . вы помогаете вернемся данной ситуации на получается он обратился сам клиент убедаете помогу клиент принял эту помощь получил результат но почему он ему не заплатил потому что они изначально не договорились о рабочих отношениях дальше когда мы начали копать выяснилось что у маркетолога проблемы с пониманием результата он не понимает какой результат может продать клиент именно поэтому он помогает в кавычках да то есть тут проблема в оффере то есть когда вы не уверены в результате который вы даете клиенту либо не уверены свои услуги либо не уверены прежде всего в себе да то вы идете вот в такую не экологично токсичную как бы проработку да то есть ситуацию дальше значит почему у него мало энергии потому что представляете с каким клиентом он таким образом помог да то есть он этому помог тому помог вот и все эти люди которым напомогал да и у него по отношению ко всем этим клиентам людям которым помог у него чувство вины и обиды до обиды почему не деньги не дали соответственно либо вины что не додал ценности да именно может быть поэтому не не заплатили соответственно он сливает сюда свою энергию так откуда у нее энергия появится если она у нее не восполняется наоборот и отдает вот большая разница между реальной помощью и у такой манипуляционный если почитаете книгу майкла роуч а алмазный ограничек там как раз таки рассказывается про взаимообмен энергии и соответственно когда вы реально помогаете человеку то вы ничего как я уже говорил не требуйте взамен тогда включается как это он называет майкл роуч автор этой книги он называет это семена которые вы садите да то есть вы сажаете семена и они потом произрастают то есть вам дают пользу вам дают как бы ну то есть мир вам отплачивать благодарностью даже не от этого человека не обязательно от этого человека может откуда-то извне прийти к вам польза но когда вы идете в такую историю то вы берете на себя функцию как бы бога да то есть когда скажем лежит не за там бомж пьяница на улице вы к нему подходите начинаете ему в кавычках помогать да то есть что в вашем понимании помогать учить жизни давать деньги что в этом случае происходит если вы верующий человек можете воспринимать это с позиции бога если не верующий с позиции информационного поля земли либо еще чего-то миссии человека да что происходит вы берете на себя функцию бога то есть вам виднее по вашему мнению как человек должен жить как он должен проживать свою жизнь какие ситуации он должен проживать какие нет то есть вы решаете за бога либо за что-то внешнее то есть выше да как нужно жить этому человеку может быть этому человеку нужно 2 года по быть бомжом чтобы осознать все свои ошибки все свои факапы проебы по жизни и потом измениться понимаете вот простой вам пример у меня тетка она долгое время была в лишнем весе весила там 150 килограмм как бы мы и не уговаривали как бы мы не пытались и помочь кавычках она не хотела поменяться но как только она сама захотела когда я врач сказал что не развивается диабет 4 стадии на может умереть она сама захотела похудеть и она похудела за месяц на 40 килограмм пока человек сам не захочет он не будет меняться то же самое с помощью пока человек сам у вас не попросил о помощи не помогайте не лезьте а когда попросил помогать и только с позиции благо состояния да то есть если у вас излишнее что то есть если у вас это последнее яблоко не надо помогать скажите честно у меня последнее яблоко я сам нуждаюсь я не могу тебе помочь и это будет нормально адекватная реакция да дальше идем по поводу вот отсутствие энергии отсутствие денег как нужно сделать было да как правило такие люди которые вступают в такие не экологично токсичные отношения с клиентами они находятся в состоянии ребенка сейчас мы это обсудим более подробно и перейдем уже ко второму кейсу с позиции ребенка значит ребенок предлагает папе свою помощь папа чувствуя состояние знаете как это ну снисхождение да там как как еще эмоцию может испытывать чувство там знаю забываю слова ну можете меня поправить сами написать в комментариях в общем он к нему относится как к ребенку да он примет его помощь возможно даже какие-то маленькие деньги заплатят карманные расходы но вопрос вам и можете написать ответ в комментариях ведут ли рабочие отношения с детьми платят ли детям зарплату доверяют ли детям большие проекты и большие бюджеты можно ли спросить с ребенка результат нет с ними не работают с детьми не работают соответственно что здесь происходит здесь клиент чувствующий умиление чувствующий заботу о маленьком мальчике он принимает помощь возможно даст какие-то денежки на карманные расходы на чупа-чупс да но когда ребенок начинает требовать взрослого дядьки с позиции родителя которые находятся деньги либо внимание к себе естественно родитель начинает это раздражать и бесить вот как вы поступаете в большей части своего времени когда у вас такие вот отношения с клиентами и это только три процента из того что мы мы обсуждаем там на консультациях там с людьми которые ко мне приходят и вот откуда ноги растут вы зарабатываете мало вы берете маленькие проекты и у вас маленький средний чек не потому что вы что-то не знаете потому что вы неправильно взаимодействуете с клиентами с людьми с партнерами вы неправильно проявляете себя во внешний мир это не потому что вы не знаете как таргет настраивать либо как работать с сайтами там с упаковкой с автоворонка нет это все инструменты на своей работе в менторстве мы проходим с людьми четыре блока первый блок это мотивация и психологии то что я сейчас вам объясняю второй как раз таки инструментарий то что вы 90 процента своего времени на что делаете акцент когда скачиваете там курсы там скиллбокса мои курсы там еще какие-то да это инструменты третье это поиск клиентов и продажи о чем мы тоже говорим на менторстве с клиентами с моими имею ввиду и четверто эта система когда вы делать акцент только на инструментах и не прорабатывать остальные три блока у вас ничего не получится но при этом фундаментальный блок который мы прежде всего отрабатываем на менторстве моем да это психология мотивация многие из вас могут сейчас встать в позицию критика и говорить да кто ты такой чтобы меня учить да сколько ты сам зарабатываешь да там какие у тебя у самого успехи спроси себя из какого состояния сейчас ты это спрашиваешь когда ты переходишь состояние оценщика оценивающего ты находишься состояние родителя который тыкает ребенка когда мне такие вопросы задают я всегда очень просто отвечают что во первых мне не нужно ничего доказывать потому что если я начну доказывать я нахожусь позиции ребенка оправдывающего все ребенка когда родители указал ему на какую-то ошибку но ошибки в данном случае у меня нету я делюсь с вами информацией она кому-то либо залетает либо не залетают да и второй момент самый важный настройщику пианино не обязательно играть моцарта и баха чтобы уметь настраивать пианино поэтому когда вы мне предъявляете как ты можешь мне давать советы в моем бизнесе будучи не имея мой бизнес да то есть не имея опыта моем бизнесе там либо моей сфере я так отвечаю что и слава богу потому что я могу не имея опыта в том бизнесе посмотреть на него со стороны свежим взглядом да и мне не обязательно иметь опыт чтобы дать тебе совет конкретно в твоей сфере теперь пойдемте дальше второй кейс это девушка которая вот у меня сейчас проходит менторство она ко мне залетела с целью зарабатывать больше денег и на первом же занятии на первом же встрече мы с ней определили что эта цель на самом деле не и и да то есть это не то что она хочет мы с ней очень много всего проговорили за вот две встречи которые у нас были вот сегодня была вторая чем я хотел бы с вами поделиться да вот я сегодня несколько раз сказал про эго состояние про архетипы как еще это называется три архетипа существует это родитель взрослый и ребенок очень часто когда у нас проблемы с деньгами с отношениями мы чаще всего проявляем себя как ребенок да вот мы с ней прям выписали те эмоции которые она испытывает и откуда они идут смотрите сегодня мы с ней определили фокус на что он должен делать акцент внимания в своем проявлении до в плане эмоций да и к чему он должен стремиться мы определились не что до этого у него было состояние радости и спонтанности да но при этом когда она была в этом состоянии радости спонтанности к чему она стремилась всю все время до момента работы со мной она могла чувствовать те эмоции которые не нравится которых она бежит это чувство небезопасности чувство злости агрессии несправедливости обиды злости ну так далее да и непостоянности да потому что спонтанность она полна полная противоположность страху и постоянности да то есть нельзя спонтанности постоянства держать в параллельном ключе да то есть чтобы это это одновременно было поэтому мы с ней поменяли фокус внимание акцент на то к чему она должна стремиться и мы с ней определили что первое к чему она стремится это быть частью целого то есть быть частью команды семьи коллег партнеров до второе это чувство похвалы и третье уже спонтанность таким образом я у меня спрашиваю когда ты чувствуешь обиду ты из какого состояния себя порецируешь мир ведешь себя да то есть кто ты ребенок когда ты вот у него была ситуация когда она вот рассказала поделилась в метро был бомж и она начала на нем наезжать чтобы объяснять а тем что вот естественно как он так себя ведет людям в вагоне это не нравится я не спрашиваю люди в вагоне просили тебя об этой помощи нет конкретно к тебе бомж этот обращался он как-то на тебя за там реагировал либо там за там обзывал нет то есть она себя проявляет в этой ситуации состояние родителя что такое состояние родители это те установки ролевые модели те фразы которые нам говорили родители даже если они уже умерли они все равно вот эта установка вас устается в голове до соответственно самая оптимальная самая эффективная взаимодействие с людьми должно быть позиции взрослого потому что взрослый может взять ответственность взрослый может создавать партнерские отношения взрослый может быть частью целого взрослый может создавать бизнес да и расти по карьерной лестнице ребенок он не может работать ему не доверят работу с ребенком не встречаются с ребенком не делают семью с родителем тоже не встречается не делают семью и откуда у него до состояния помощи до которой у нее тоже присутствует она вот любит помогать людям опять же из позиции родителя родитель может помочь ребенку да но ребенок из-за это ему не платят понимаете деньги как минимум ну как максимум скажу спасибо да поэтому неэффективное взаимодействие с внешним миром она идет как я уже сказал из позиции ребенка с позиции родителя да то есть нужно всегда себя ловить на мысли из какого состояния ты сейчас проявляешь себя да и нужно всегда быть состоянии взрослого большую часть времени своего понятное дело что родители ребенок тоже присутствует когда вы хотите отдохнуть либо спонтанно куда-то поехать да это включается ребенок его тоже нужно выгуливать и делать его счастливым когда вы отчитываете подчиненную да вы находитесь в позиции родителя но большую часть времени лучше взаимодействовать с людьми в позиции взрослого очень простой пример так как на меня подписаны основном маркетологи люди которые занимаются продажей услуг бывало ли вас такая ситуация когда если бывало напишите да и плюсик и как вы из нее выходили да как вы все как вы на нее реагировали позиция когда вам предъявляет клиент что-то да когда он начинает у вас отчитывать и говорить ты это тут не доделал да там ты мошенник ты меня обманул да там какая у вас реакция вот сейчас остановите поставьте видео на паузу и напишите в комментариях как вы на это реагируете что вы ему отвечаете какие вас эмоции возникают сделали сделайте потому что это упражнение которое вам поможет окей когда вы начинаете оправдываться и говорить я все исправлю вы признаете вину вы говорите да да я накосячил просите прощения вы работаете с позиции ребенка проявляете себя тогда клиент кем является вам родителям которые окунают вас головой в говно и говорит что вы накосячили может ли в таком взаимодействии родители ребенок быть эффективным нет конечно вы всегда будете виноватым когда клиент в позиции родителя его в позиции ребенка который накосячил окей если вы наоборот начинаете на его учать с позиции взрослого говорит нет ты ничего не понимаешь ты ничего не знаешь клиент скатывается позицию ребенка начнет капризничать тоже невозможно да с ним контактирую в таком состоянии то есть когда вам клиент что-то предъявляет ваша задача отбросить все эмоции по что любая эмоция это манипуляция это взаимодействие с ним из позиции родителей либо с позиции ребенка то есть не оправдываться не норовоучать там не агрессивничать да там у меня тоже такое бывает я не идеальный но как бы понимаю хотя бы вот эту структуру взаимодействия с людьми у вас большая часть есть больший шанс того что вы выйдете из нее победителем так вот как нужно взаимодействовать нужно взаимодействие с позиции взрослый-взрослый как как взаимодействие с позиции взрослой-взрослой если клиент находится либо состояние родителей либо состояние ребенка когда вам предъявляет либо спорит но опять же да вот как он может состояние ребенка вам предъявлять да очень просто бывает или такое что дети начинают капризничать мама купи мне конфетку мама папа то вы мне обещали три конфетки отдали мне одну конфетку мне обещали чупа-чупс зарубежная купили мне какую-то хрень русскую да это позиция ребенка каприз топтать ножками да там требуется родители чего-то ваша задача перевести ваши взаимоотношения с клиента с позицию взрослых взрослых как говорить в поле фактов он вам предъявляет с агрессии с эмоций говорит ты мошенник ты меня кинул ты меня обманул ты не доделал вы мы говорите давай по фактам вот проделанная работа мы договорились о таком объеме работ оставшийся объем работ мы готовы реализовать такие сроки устраивает не ты меня обманул ты мне обещал раньше вы отвечаете раньше не получилось потому что есть определенные обстоятельства которые случились что ты хочешь скидку как мы можем с тобой договориться до скидку хочу окей давай посчитаем размер скидки разойдемся все вот решение проблемы эта позиция взрослого взрослого все потому что как только вы начинаете с позиции взрослого говорить и человек будучи ребенка либо родителем видят что вы не скатываетесь в ту позицию чтобы с ним играть ролевую модель до что была двойка он также переходить состояние взрослого начинается обсуждать уже еще раз сухой по факту всегда если вам скажем на встрече вы приходите делать предложение клиенту да вот как мы сегодня обсуждали с девушкой с которым мы занимаемся там в менты всегда она вот говорила то что как продавать услуги свои да не за копейки вот она сказал то что вот у меня реальный случай был я пришла к клиентке я и говорю то что вот 30000 рублей стоит настройка рекламы ведения одной социальной сети в месяц она хочет три клиентка да и значит я и говорю вот это стоит 90000 рублей она ведь дорого я готова за 30000 рублей взять 3 социальной сети какую ошибку совершает девушка когда соответственно она и это сказала она сказала она начала оправдываться на год да как же так да я столько работу буду делать опять же какая позиция ребенка да не оценили до ребенка не оценили не дали ему внимание любви и тепла ребенок как она еще могла себя проявить она могла на выучать где да это невозможно да как так типа за такие деньги на рынке вообще не работают но это норово учение родители как нужно было нужно было сказать так если вы хотите за 30000 рублей 3 социальной сети мы не будем это делать потому что у нас стоит это 90000 рублей за 3 социальной сети вы хотите скидку хорошо мы вам ее обеспечиваю в первый месяц в следующий месяц вы будете платить полную стоимость если у вас проблемы с ресурсами с деньгами то мы можем за 30000 рублей сделать только одну социальную сеть если вас не устраивает цена вы можете обратиться к другим специалистам и заказать эту услугу подешевле другого но при этом учтите что вы платите нам не только за работу но и за наш опыт потому что нам виднее как откручивать трафик как пользоваться рекламными кабинетами если вы идете к непрофессионалу то скорее всего вы там просто сэкономив в моменте потратите деньги после когда просто сольете бюджет да на неэффективную рекламу это диалог в позиции взрослого в позиции фактов цифр сухих фактов и цифр без эмоций это самое эффективное взаимодействие с клиентами да вот когда вы на встрече либо когда вы сдаете проект если вам понравилось данное видео если вам актуально данная проблема данные вопросы которые сегодня поднимал ставьте лайки отмечайте меня в stories делайте репосты делайте комментарии пишите да о чем еще снять следующие видео кому актуально разобраться с этим пожалуйста велкам ко мне в менторство надеюсь я немножко приоткрыл завесу тайны что же я там разбираю со своими учениками вот если вам это интересно пожалуйста приходите буду рад с вами поработать все пока